Блядь, не трогай камеру. Ты как гадила в Токио. Алена Волкова спрашивает, Ксюша и Илюша, где вы предпочитаете отдыхать? С близкими, с друзьями на природе в городе. Отдых, который вам запомнился надолго. Илья каждый год ездит со своими друзьями на море. Они морские волки, они отдыхают где-нибудь в... Ну, это как называется? Дикарями. Илья, причем в таких глухих местах, где вообще никого нет, они там очень классно проводят время. Я думаю, для Ильи вот это лучший отдых. Вообще Илья очень любит природу. Очень любит природу, ему вот этот город, вот это все ему не нравится. Мне очень нравится проводить время в местах, куда можно накрасивиться. Вот прям что-нибудь, знаете, какой-нибудь такой образ, создать такой себя чекулей, почувствовать хоть ненадолго. И вообще самый лучший мой отдых, опять-таки, что я все время сегодня к театру возвращаюсь. Мы с образом, с артистами как-то ездили. Ну, так вечер был, мне позвонили ребята, говорят, Ксюш, мы едем. И они ехали на море как бы через мою окраину. Говорят, давай мы тебя подбираем и едем на море. Мы поехали, приехали уже ночью в Геленджик. Купались ночью. Очень круто проводили время. И потом танцевали в каком-то ресторане. Столиков не было, мы просто танцевали. Мы пришли туда потанцевать. И вообще было очень здорово и классно. Вот, наверное, вот это мой отдых, который мне запомнился. Анастасия Потапова спрашивала у меня про двойников. Я об этом никогда, если честно, не задумывалась. Ну, не знаю, почему нет. Наверное, это может быть. У меня в детстве была книжка, называлась «Монстры привидения НЛО». И там была статья про двойников. Вот, все, что я могу сказать. Так, Динарка Хозеева снова спрашивает. Смотря на твою аватарку, возникает вопрос, какая разница у вас с Ильей в росте. Чуть больше 40 сантиметров. Екатерина Кадочникова спрашивает. Ксюшенко, привет, смотрю видео ежедневно. К твоим советам прислушиваюсь. Услышала такое мнение. Все, что заработала девушка, будучи в паре, в семье, это ее финансы. Распоряжаться ими она может по своему усмотрению. А что заработал мужчина в браке, это общий бюджет. Как ты относишься к такому мнению? Значит, я вообще, мне это нравится идея. Кому не понравится. Когда мы не были с Ильей в ипотеке, и я работала в институте, зарабатывала денежку какую-то маленькую. Вы знаете, она на семейный бюджет особо не влияла. Поэтому я могла ее тратить на что угодно. Что, собственно, и было. У меня Илья вообще знать не знал. Зато я могла покупать ему подарки, себе подарки, и как-то себя баловать. И было классно. Сейчас, учитывая ипотеку, декретные, все это, знаете, это были не мои деньги. Все уходит на ребенка. Ну, как-то... Мне, конечно, это нравится. Но в нынешних реалиях, к сожалению, ну, для нас это немножко не вариант. Лиза Червякова спрашивает. Ксюша, любишь ли ты искусство? Есть ли любимый художник? Вот тут я сейчас вообще многих разочарую. Сейчас будет дизлайк, отписка. Я вообще не разбираюсь в искусстве. Вообще. То есть, ну, какие-то такие мейнстримные вещи я узнаю, популярные картины какие-то, а так вообще нет. Я была на нескольких выставках, и я чуть не сдохла от скуки. Мне это вообще неинтересно. Я к живописи отношусь очень, не знаю, обывательски, что ли. То есть, вот смотрите, для меня красиво, когда нарисовано красиво. То есть, когда вот нарисован так пейзаж, что ощущение, что ты руку сейчас можешь в картину засунуть, и ты окажешься там, я не знаю, где-нибудь в снежных горах или там где-нибудь на какой-то речке степной. А когда это какая-то абстракция, какая-то мазня, я не понимаю, что здесь красиво, где здесь искусство. Ну, вот такое я быдло, не понимаю вообще. То есть, для меня красиво, когда нарисовано красиво. На самом деле, я все погладила, но мы с вами будем продолжать разговаривать. Ксюшенька, привет из Днепра. Каждое утро... Я не буду читать, тут просто хвалебные оды, подумайте, что я тут хвалюсь. Передай мне привет во влоге, говорит Маргарита Калинина. Я, конечно, Маргарите передаю вам большой привет, но у меня история с приветами на канале окончена. То есть, когда мне в комментариях пишут под видео, там, Ксюша, передай мне привет, там, я тебя давно смотрю, я тебя люблю. Нет, извините, все, мы приветы больше не передаем. Последней у нас была Маргарита Калинина. Мы вам передали привет, и на этом все. Анна Иванова спрашивает. Очень интересно услышать твое мнение по поводу вранья в отношениях. Нужно ли их прекращать из-за лжи? Или это та вещь, с которой можно смириться, если любишь? Хочется послушать твои размышления на эту тему. Вранье очень... Нельзя обманывать друг друга. Молодец, Илюша, молодец. На самом деле, Илья прав. Нельзя обманывать, но обман, он же разный. Но вы же понимаете, что вранье, оно бывает разным, и нельзя так все под одну гребенку. Лучше горькая правда. Нет, лучше сладкая правда, чем горькая лошадь. Ну, если это вранье какое-то по мелочи, то это допустимо. Опа, идет ко мне с утюгом. Что, даже по мелочи нельзя врать? С этого все начинается. Вот начнете по мелочи, а потом все дальше и дальше. А это затягивает. Привыкнешь врать по мелочи. Потом какие-нибудь средние вещи, потом прям по-крупному. И все. Не заметишь и родину продаж. Ого, ты загнул. Короче, да, ладно, наш ответ врать нельзя. Также следующий вопрос от Анны Ивановой. Ксюша, веришь ли ты в любовь и отношения на расстоянии? Нет. Илья посмеялся, потому что я три года состояла в таких отношениях. И это все держится на голом энтузиазме, понимаете? Есть понятие с глаз долой и сердца вон. Когда человек каждый день не переживает с тобой тяготы и лишения. Какие-то... Давай, скажи, ты опять идешь что-то говорить? Да, я верю в любовь на расстоянии. Правда? Да, но на небольшом. На вот таком приблизительно. Ну хотя бы метра три и все, больше не нужно. Илья шутит, а может у человека там проблема какая-то? Нельзя там. Ну, надо переезжать. Если ничего не держит, можно переехать к человеку носить любовь. Не верю я в отношения на расстоянии. Вы не переживаете с человеком все. Даже если вы на телефоне и в скайпе постоянно. Нет, это все мучительно и не надо. Нет, я не верю, что это к чему-то хорошему приведет. Плюс, когда вы на расстоянии, вы создаете себе какой-то образ прикольный. То есть вы человека несколько иначе себе представляете. Вы половину его действий, его поведенческих паттернов, вы додумывайте сами. Понимаете? И зачастую человеку приятно верить в сказку. И он не хочет ничего в своей жизни менять. Поэтому вряд ли эти отношения там перейдут в какие-то реальные, нормальные отношения. Короче, нет. Нет, я не верю. Простите меня, пожалуйста. С каким животным, цветком, книгой, фильмом ты себя ассоциируешь? Отвечать на все. Так, с каким животным? Это Динарка Хозеева спрашивает. Можно, Динар, я уже не буду называть твое имя. Тут как бы все практически вопросы от тебя. С каким животным? А, с белкой. С очень запасливой белкой. Очень крупной белкой, но белкой. С каким цветком? Ну, мне бы, наверное, хотелось сказать с пионом каким-нибудь. Наверное, с цветком. Но нет, я что-нибудь попроще. Илья, что растет в саду? Вот такой обычный цветок какой-нибудь. Нарцисс. Да, это прям про меня. Тюльпа. Ну, короче, я какой-то простой цветок, ребят. Я ничего сложного. Так, с какой книгой? Сказать с Библией? Шучу. С какой книгой ассоциирую себя? Был период в моей жизни, когда я себя прочно ассоциировала с книгой Стивена Кинга «Роза Марена». Но, слава богу, эти времена прошли. Я с детства ассоциировала себя с двумя фильмами. «Мортал Комбат» первая часть и «Матрица» первая часть. Возможно, у меня проблемы с психикой с детства. Так, Ксюш, что бы ты посоветовала начинающим бьюти-блогерам? И на твой взгляд, что лучше, официальная партнерка от YouTube или медиа-сети? Заранее благодарю. Что посоветовала начинающим блогерам? Посмотреть канал, называется «Хочу миллион просмотров». Там вообще все ответы на все ваши вопросы, дорогие начинающие блогеры. Я тоже начинающий блогер, я тоже смотрю там видосы. У меня партнерка Air, не знаю, меня все устраивает. Мне от нее не холодно, не жарко, так что не знаю. Смотрите сами. Ксюша, как ты относишься к детскому саду? Это положительно. Я поддала уже Веронику, мест нет. Про детский сад спрашивала Дарья Лошманова. Наташа Суханова спрашивает. После нескольких видео стало интересно, почему именно преподаватель, не практикующий медик? Да потому что я ленивая, вот и все. Ну это вообще не мое, хотя не знаю. Понимаете, когда ты врач, когда ты медик, ты винтик один в большой-большой машине. Когда ты преподаватель, ты каждый день выходишь к аудитории в 120 человек и что-то вещаешь. Ты артист на сцене практически. И это мне ближе, мне это гораздо больше нравится. Олеся Боеводина интересуется уходом за волосами, особенно зимой. У меня видео несколько будет о волосах, о продуктах для волос. Будет видео о плохих продуктах, будет видео о хороших продуктах. Все впереди, ждите. Зима как раз закончится, и я сниму. Екатерина Лазарь спрашивает. Ксюша, ты не хотела бы стать профессиональным визажистом, развиваться в этом направлении? Да, хотела бы вообще. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это все случится. Алена Меясен, я прошу прощения, я не знаю, как читается, спрашивает. Ксюша, как часто ты делаешь маски для лица и маски для волос? Маски для лица два раза в неделю, для волос раза тоже два-три в неделю. Евгений Петров спрашивает. Ксюша, как ты относишься к гулящим парням? Гулянки с друзьями, пьянки, а жена в это время сидит дома и молодой человек его никуда не пускает. Как с этим бороться, если смысл закатывать скандал или нужно поступать более мудро? Я вообще не поняла сути вопроса. Как можно относиться к гулящим парням? Хреново я отношусь с девочкой. Нельзя так говорить. Не воспринимайте это как призыв к действию. Но вы нафига встречаетесь с человеком, который так себя с вами ведет? То есть он не боится, что вы уйдете куда-то гулять, что вы тут, я не знаю, любовника приведете. Ведь он ушел и тусит с друзьями, ему плевать, что с вами происходит такой момент. Вы знаете, тоже вот Илья пока ушел, мы когда начали встречаться, Илья мало того, что меня таскал на все тусовки, на все вписки, был рядом со мной и меня просто нес как знамя. И вообще, ну как бы, я ему говорила, иди потуси с друзьями, но нет, он хотел быть со мной. Понимаете, это очень такой момент, почему ему не хочется проводить время с вами. Я не говорю о том, что у человека должно быть личного времени, все это должно, все это классно. Что за пьянки с друзьями, пока вы дома сидите? Что за фигня вообще? Разберитесь с этой ситуацией. Закатывать скандал, написано, закатывать скандал или поступать более мудро? Скандал вообще ни к чему не приводит, если че. Ну и молчать я вам не советую. И последний вопрос. Динарка Хозеева, соответственно. Не знаю, будет ли тебе удобно отвечать на этот вопрос или нет. Вопрос об Алене, которая Робина Гудина. Как ты относишься к переменам в ее внешности, а самое главное, к внутренним переменам и, соответственно, к переменам на канале? Не кажется ли теперь, что он стал каким-то рафинированным? Нет, мне не кажется, что он стал рафинированным. Мне кажется, что люди очень злые. У всех жизнь меняется. Вы представляете, вот появился ребенок, это твоя жизнь стояла на ногах и переворачивается на голову просто. Да, вот безумие происходит. И, конечно, человек меняется. У нее много подписчиков. Она хочет сотрудничать с приличными компаниями. Я ее понимаю. Она не хочет только китайское шматье обозревать, понимаете? А чтобы к ней относились серьезно и что-то ей присылали, и как-то с ней сотрудничали, ей нужно образ более строгий, более серьезный. Быть такой же, например, как Истаниана, Лиза О'Нейр. То есть какие-то такие серьезные девушки статные. Перемены во внешности. Вот это меня прямо раздражает. Вы что такие все люди злые? Я читаю сообщества насекомых, форум. Я много чего читаю. Люди такие злые. Все, вот ей так плохо. Да дайте человеку поэкспериментировать. Ей что, всю жизнь ходить с одним цветом волос? Это, блин, волосы. Они отрастут, их можно перекрасить 10 раз. Она сделала татуаж. Да, татуаж на год. Не понравится она? Через 2 месяца пойдет, его лазером выведет. Что все такие, блин, нервные? Ой, она поправилась, вот, жрет как не в себя. Да, я не могу понять. Что, она ест, а поправляетесь вы? Ну, вам какая разница? Вот я не понимаю. И все такие злые какие-то. Я, ну, не знаю. Я нормально отношусь. Нравится, ну, как сказать, нравится, не нравится, это спорный вопрос. Да, там, нравится мне. Я не задумывалась, нравится мне. Цвет волос, который изначально ее покрасили, мне нравился, да, наверное. Мне не нравится отношение людей к этому ко всему. Вот и все. Вот, мораль. Все, заканчиваем. Быть добрее. Давайте позволять друг другу меняться. Потому что жизнь, она нелинейная. Мы как-то должны искать какие-то ответвления. Как-то, ну, не знаю, жить надо легче, интереснее, проще. Чего вы заморачиваетесь по поводу всякой ерунды? Да не рафинированный у нее канал, нормальный у нее канал. Просто, ну, человек меняется, канал меняется. Вы что думаете, у меня все время так будет? Да я скоро зазнаюсь. Тут вообще знаете, что будет происходить на канале? Мы очень сильно вас всех любим. Илья ушел разогревать моей маме еду, поэтому я сейчас тоже туда побегу. Илюша с вами прощается, я с вами прощаюсь. Мы вас очень любим, правда. И если вам нравится формат гладильных влогов, поддержите нас, пожалуйста, лайками. Нам будет очень приятно. Пишите комментарии, пишите вопросы в группу. Мы вас любим. И пока.